Окей, друзья, всем привет, с вами я Павел Первый, и как вы видите, сегодня у нас очередной World of Warcraft, но сегодня не совсем приключения у нас будут, сегодня у нас скорее нечто другое будет. Так, сначала, сначала, знаете, что я сделаю? А, да, 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 конечно, тупо я знаю. В общем, ребят, у нас сегодня, в качении сегодня, а уже совсем скоро будет день рождения World of Warcraft, 23 ноября. Но уже отмечают 11-ю годовщину World of Warcraft, как мы видим, и всем игрокам на почту их пришло, ну, игровую, естественно, на почту пришло подарочек, вот такой вот. Да, кстати, за StarCraft 2 Legacy of the Void, Deluxe Edition меня также дали вот так. Мне было только найти, наверное. А, я долго буду его искать. А, вот он. Меня прислали за Радара. Вот такой вот магический питомец. Так, давайте я его призову, чтобы вы могли подробнее, посильнее разглядеть. Элтор, это Садар! За Аюр! Я его пока не качал, но вот такие у него способности, я не буду их зачитывать. В общем, это не главная тема этого ролика. Сегодня, точнее, на этой следующей неделе мы отмечаем годовщину World of Warcraft. Я давно не заходил в World of Warcraft, если честно, делать нечего, особо за ДК тоже не хочу играть. Плюс в релизе StarCraft 2 Лига Исследователей, времени не было, занят я был. В общем, не до World of Warcraft мне было. Но я решил зайти и записать такой вот ролик с поздравлениями, обращением, поздравлением к игре World of Warcraft. Поздравляю тебя с будущей годовщиной. Вот такие два письма я получил, это за радар, я их зачитаю. Итак, ПГ спондарен. Я никогда еще не видел столь могучих питомцев. Я спросил его, откуда он и что ему надо. Но он только произнес, СЛЕЁДИЕ ЗАВЕРШИНО! А-а-а, понятно. А потом стал пускать молнии в игравших неподалеку белочек. Наверняка такой выдающийся герой, как ты, сможет придумать, как обуздать это магическое чудище. Ври они. Окей, а второе письмо мне прислали как подарок на 11-ю годовщину. Вот и прошел еще один год вместе с Волф. Мы благодарим вас за то, что вы провели его, играя World of Warcraft и хотим вручить подарок, посвященный очередной годовщине игры. Надеемся, он пригодится вам в ваших приключениях, разработчики World of Warcraft. Лучше бы вы мне Battle of Overwatch дали и Legion на халяву. Но я его придется покупать. Итак, давайте вскроем подарок и посмотрим, что там. Здесь у нас надувная громовая ярость, благословленный клинок Искателя Ветра. Она пятизарядная. Праздничный жезл Гноу. Использование это облачение выбранного участника группы в костюм Гноу. А я себе могу облачить. Эксклюзивный костюм Эдвин Ван Клифф. Оденьтесь как Эдвин Ван Клифф, 50 зарядов. Потом. Праздничный жезл Мурлок. То же самое, что Гноу, только в костюм Мурлока. И праздничный сверток повышает опыт и репутацию, получаемые за убийство на 11% на 1 час. Ну, это надо отдать ДК своему. И во время годовщины качаться. О, я могу облачиться в костюм Мурлока. Что-то ты совсем мокрый какой-то. Короче, вот Мурлок теперь правит в гарнизоне. Давайте на все костюмы взглянем. Так, костюмчик... Костюмчик Гноу. Ну, Мурлок посимпатичнее был. Так, кромовая ярость. Куто сказал! И так, что еще есть у нас? Эдвин Ванклифф. Смейт бросить вызов братству. Хоу. Ничего так, клиночек. Здоровенький. Да, вот побить бы кого-нибудь. Окей, друзья. Давайте, я бы хотел сделать такой вот итог. Что мы имеем? Порту Варкрафту уже 11 лет. 11 лет. Только представьте себе. Уже 11 чертовых, мать его, лет. Существует Вовка. А я играю всего в нее года 2-3. Ну и то, не подряд. А кусками, скажем так. И просто взгляните на число контента, которое за 11 лет появилось в игре. Такой игры, наверное, практически ни одной в мире нет. В этой игре нет равных в ММО. РПГ. Это топ-1. Всего мира. Это лучшая ММО. На данный момент. Которая продолжает развиваться. И пополняться новенькими дополнениями. Хоть и сейчас не особо нечего делать в игре. И число подписчиков падает и падает. С легионом будет очередной наплыв. И просто теперь разработчики играют на чувствах и желаниях игроков. Пылающий легион вторгается в наш мир. И охотники додеводов идут его спасать. Мы узнаем, кто такие охотники на додеводов. Игря особо нет. Но, но. Вышел патч 6.2.3. Который добавляет у нас события путешествия во времени по подземельям катаклизма. То есть, я могу, в принципе... Ух ты. Тут еще добавили за время, пока я отсутствовал. В общем, я могу попутешествовать в подземельях катаклизма. А мы ни в одном подземелье катаклизма не были. Ну, я не был. И, возможно, я с ним буду видеть кейсерии по этому поводу. В общем, что я хочу сказать. 11 лет это долгий срок жизни для любой игры, наверное. Крайне долгий. И это круто, что она существует. Я надеюсь, близкие додиод становятся до легионе. И будут делать более качественный контент. Тридор, об у них вышел не самый лучший контент. Я надеюсь, они справятся и сделают для Додскруча точно так же, как со Старкрафта в 2 Легаси. И вызывать, который я только что прошел. И был безумно-безумно рад этому. Что ж, друзья. 6.2.3 патч внес, как я уже сказал ранее, в подземелье катаклизма, который я сыграю. Ну что, праздник так праздник. Давайте пировать по поводу. Кстати, мне бурчейдана прислали. Правда, не помню, за что. Ну, в общем, у меня есть такой вот... Мурчейдан! Так, подождите. А, с Близкона мне его прислали. Вот как. Так что, у меня теперь есть свой лиданчик. В стиле Мурвака такого. Опускаем... Кромовую ярость. Последний заряд. А что он даёт? Кто сказал? Что ж, друзья. Наверняка вопрос. А буду ли я продолжать играть в ЗДК? Конечно, я буду продолжать играть в ЗДК. И надо будет закончить к Легиону. Так что, я думаю, времени много, а мы успеем закончить с Легионом. Я, наверное, скоро продолжу, наконец. Благ, делать уже совсем нечего опять. И можно будет поиграть в World of Warcraft. Что ж, друзья. Это был такой небольшой подкаст. Скажем, по World of Warcraft. Ещё раз с годовщиной. Эту игру чудесную. И про разработчиков. Празднуйте, друзья. А я пошёл, не знаю, чем-нибудь займусь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok